Сейчас у нас выступает спикер Куприянова Ирина Александровна, ведущий инженер НКО «Тайфун», член Международного союза ветеранов по атомной отрасли. Я очень много услышала от выступающих сегодня, того, что я сама хотела сказать, и мне это очень радостно, потому что мы не договаривались в одну дудку дую. Это очень хорошо. Достаточное количество проблем нетехнического характера, накопившихся в атомной отрасли, это не проблемы мужчин и женщин. Это общие проблемы, которые в основном в настоящее время решают мужчины, а надо бы их, конечно, решать вместе, одной командой. Между прочим, так называемая общественность, то есть люди не из нашей отрасли, они тоже состоят из мужчин и женщин. Так уж повелось в атомной отрасли, в основном работают мужчины, пишут документы, нормативные акты, анализируют аварийные или штатные ситуации, тоже мужчины. И это замечательно. Следующий, пожалуйста, слайд. Давайте сейчас посмотрим на проблему несколько с другой стороны. Дело в том, что чувствительность к социальным проблемам, в первую очередь из-за заботы о детях, у женщин более выражена. И поэтому у них чаще в руках оказываются инструменты для коммуникации, для того, чтобы понять причины беспокойства, которые общество является из-за атомной отрасли, вот говоря об атомной энергетике. Когда выявишь причину, то и мужчинам станет яснее, какие работы следует более интенсивно проводить. Следующий, пожалуйста. Здесь показаны, все знают эту картинку, это жизненный цикл очень общенарисованной атомной отрасли. И тут цветом, подчеркиванием, показаны три этапа, которые бы я назвала этапами, по которым до сих пор было больше всего отложенных решений. Потому что эти этапы очень дорогие, многих нормативных документов нет, нет международных договоренностей, вернее они есть, но их не хватает. Потому что национальные стандарты и программы развития атомной энергетики существенно отличаются друг от друга, как и типы реакторов, работающие в разных странах. Мне довелось участвовать в миссиях МАГАТЭ в этой связи, и этот опыт подтверждает сказанное. Я очень приятно была обрадована тем, что судя по выставке даже и по тому, что рассказывала Анжелика Викторовна, в частности, у меня произвел большое впечатление ее доклад, в этой области делается очень много. Но все-таки полноценного диалога с общественностью не происходит. Поэтому атомные энергетики как боялись, так и боятся и сейчас. И приток молодых специалистов, к сожалению, очень небольшой. Я думаю, что мировая практика тоже показывает, что вывод из эксплуатации требует значительных интеллектуальных и материальных затрат, сбалансированного планирования и очень серьезной, тщательной организационной работы, которую как раз, как Алла Игоревна говорила, очень хорошо проводят женщины. И это все достаточно дорого, и поэтому, несмотря на то, что многое делается, в этом направлении еще очень много отложенных решений. Следующий, пожалуйста, слайд. Здесь приведен пример, чтобы вы видели, с какого рода работы, например, списка работ по снятию с эксплуатации АЭС расположены в береговых зонах. Что это очень серьезные работы, они здесь очень общие. Показаны просто для примера. На мой взгляд, анализ многих статей и выступлений, обсуждений на конференциях последних лет показал, что дорогие и сложные работы все же нередко и сейчас откладываются на потом. Все знают, что атомная энергетика 70 лет развивалась, строилась, и по этому направлению уже очень много и документов, и договоренностей, и международных, и внутри стран достаточно много и много публикаций. А задумываться о том, куда делать все накопленное хозяйство, стали значительно недавно. И поэтому, хоть и уделяется этому большое внимание, я считаю, что нужно более интенсивное внимание уделять, и, на мой взгляд, нужно более интенсивно разговаривать с общественностью на этот счет. Следующий, пожалуйста. Я хочу вам сказать, что мы в Международном Совете ветеранов атомной отрасли, Союзе вернее, уже начали такую интересную работу. Каким образом можно разговаривать с общественностью? Нужно ее вовлечь. Всем известно, что если люди не вовлечены в процесс, то они будут либо за, либо против. Это абсолютно неконструктивно. Считать, сколько голосов за атомную энергетику, сколько против. Нужно вовлечь общественность в эту работу. И мы подготовили такую серию многоцелевого опроса. При этом мы запустили среди ветеранов атомной отрасли только первую ознакомительную анкету. Этот опрос будет содержать набор анкет, которые будут все более и более подробны. Вот на ознакомительную анкету мы уже получили частично некоторый набор ответов. И оказалось, что ветераны предлагают обратить внимание на такие вопросы. Может быть, они частные, детальные, но они такие, о которых раньше не задумывались. Потому что каждый из ветеранов работает в своей области. Кто-то в реакторном цехе, кто-то руководит атомной станцией, кто-то руководил атомной станцией. Например, предыдущий директор Лавиза. Мы с ним много разговаривали на эту тему. И это очень полезно. И если мы такой же опрос проведем для общественности, причем и для женщин-специалистов атомной отрасли, потому что их часто не спрашивают. Если они не занимают какой-то пост и не имеют каких-то собственных мнений, то их просто не спрашивают. Молодых ученых, среди них тоже есть мужчины и женщины, как мы сейчас выяснили, студентов, ветеранов атомной отрасли и, что важно, руководители администрации, районов, областей, потому что они тоже имеют собственное мнение на этот счет и разговаривают с населением, которое продолжает бояться атомной энергетики. Вы знаете, что в автомобильных авариях гибнет ежегодно огромное количество народу. Тем не менее, не боятся садиться в автомобиль, а атомные энергетики и энергоблоков боятся очень сильно. Поэтому первая реакция – это запретить не строить у нас ни в коем случае и так далее. И других слоев населения. Вот такую анкету, я считаю, полезно было бы провести сообщественностью. Еще один слайд, пожалуйста. Что дает этот предлагаемый инструмент? Во-первых, может быть приток свежей крови, то есть новых студентов, поток которых желающих работать в области атомной энергетики. Одно дело, они кончают такие вузы, как МИФИ, а другое дело, куда они пойдут работать. Знания повысят доверие общественности к этой области деятельности, потому что, безусловно, если соблюдать все то, о чем сейчас говорилось, и обратить внимание на обращение с радиоактивными отходами и на вывод из эксплуатации, то эта область получения энергии, конечно, приемлема. И мы увидим, что реальная картина мнений, реальная картина, а не то, что иногда сами себе фантазирует так называемая общественность, будет ясна. И если довести результаты таких опросов до всех жителей районов, регионов, то это даст все то, о чем вот я написала на слайде. И последнее, что я хотела сказать, общество мало успокаивает тем, что все специалисты озабочены безопасностью. Все-таки все специалисты, работающие в этой области, а область продолжает быть закрытой. Она понимает, что нужно с общественностью говорить, но пока что это не очень хорошо видно. Если мы вовлечем общество в эту работу, а вовлечь можно с помощью опросов, анкет, встреч, лекций и так далее, то может быть страх развития атомной энергетики и уйдет, потому что про фобии здесь уже упоминалось. И поскольку я имею по профессиональной деятельности возможность разговаривать с представителями различных атомных станций, не только в нашей стране и за рубежом, как один из экспертов МАГАТЭ, связанный с сохранением и передачей ядерных знаний, то я должна сказать, что это очень хорошо работает, если вовлечь общество в эту работу и спрашивать мнение всех. Спасибо. 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 Я считаю, что это действительно преимущество по сравнению с другими способами, безусловно. Но я также и знаю, что с хранилищами у нас проблема. У нас на многих атомных станций хранилища, которые на территории атомной станции заполнены, уже больше, чем на 80%. Не на всех 10%, но на многих. И поэтому этот вопрос все еще стоит. У нас нет скалистых гор, как в Америке. И эта проблема все еще требует очень большого внимания.